Для настройки внешнего вида сайта нам нужно перейти на сам сайт, на домик наводим, перейти на сайт. Тут у нас, находясь на самом сайте, наверху есть вот такая панелька, где есть строка настроить, команда настроить. Кликаем по этой ссылке. По факту, когда мы закачивали этот шаблон сюда, то все настройки установились, как были на образце, но нам все-таки мы что-то поменяем еще здесь. Смотрите, вот сюда заходим в WordPress Default, свойства сайта, нам нужно загрузить логотип. Кликаем изменить логотип. Если вы не знаете, как создать логотип или у вас нет, то у вас рядом с видео будет ссылка на мой видео урок, в котором я рассказываю, как бесплатно или вообще, или самому бесплатно, или за малые деньги сделать себе логотип. Я этот логотип загрузил, у нас он будет белым. Выбираем, не обрезать. Ну, кстати говоря, когда будете загружать логотип, у вас будет предупреждение, что 250 на 250 пикселей. Ну, не обязательно такой логотип нужен. Вот как я у меня формат, получается, у меня какой размер логотипа. Вот размер логотипа, как у меня, 353 на 114 пикселей, он нормально становится. Вот видите, абсолютно нормально встал. Можно выбрать, это логотип получается, тут размер изображений можно выбрать, да, название сайта у меня Dengel, да, краткое описание, допустим, одежда для мужчин можем ввести, да. Но это больше для поисковой оптимизации, чем для внешнего вида, потому что я просто логотип отображаю. Если вы не хотите логотипа, хотите вот это отображать, заголовок просто, вот это название сайта, то ставите галочку в этом чекбоксе. Если еще хотите описание отображать, то вот здесь еще ставьте галочку в чекбоксе. Иконка сайта, иконка сайта. Иконка сайта это favicon, который отображается в шапке браузера, во вкладке, где открыт ваш сайт, а также отображается при, короче, в поисковой выдаче рядом с названием вашего сайта. Кликайте сюда. Иконку можете взять на сайте IconBear, ссылка на этот сайт будет в описании. Я, у меня есть уже скачанные иконки, сейчас я его подгружу. Так, я загружаю иконку. Выбрать. Можно обрезать, но не обязательно. Все отлично. Здесь все. Теперь выходим назад. Background. Здесь вы можете выбрать цвет фона, ну можете белый, черный, какой угодно. Но черный мне больше нравится, поэтому я оставляю. Вы можете выбрать фоновое изображение, но я не сторонник выбирать изображение в качестве фона для сайтов, потому что вы не знаете, какой длины будет сайт, и как это будет на разных разрешениях смотреться. Поэтому лучше с этим не экспериментировать. Выходим отсюда. Настройка главной страницы. Здесь ничего не меняем. Дополнительный стиль. Это потом, когда мы будем менять дизайн. Layout. То есть layout, ну это как бы макеты. Container. Вы можете выбрать ширину контейнера, но я здесь ничего не меняю. Контейнера в смысле вот этой шириной сайта самого. Header. Вкладка header, то есть шапка сайта. Сюда в первую вкладку заходим. Ну тут единственный вариант выбрать, да, вот такую двухстороннюю шапку сайта. Остальное все доступно только лишь в платных версиях. Слева, вот левая сторона, мы можем отобразить, просят нас здесь отображать текст. Мы должны вставить сюда текст, и он отобразится с номером телефона вот здесь. В общем, выделяем все это дело. Удаляем и вставляем наш текст. Мы всегда рады вам помочь. Номер телефона. Справа, смотрите, что мы делаем. Справа отображается область соцсетями. Можем отобразить область соцсетями. Можем выбрать какой-то текст. Можем менюшку выбрать какую-то. Вот если соцсошел медиа выбираем, то внизу есть кнопка вперед на соцсошел медиа. Кликаем сюда и тут допустим вставляем все необходимые соцсети. Фейсбук, Гугл, да, вот все они. Если вам какие-то не нужны, например, Гугл не нужны, то просто ссылку решетку убираем и она исчезает. Линкеден убираем, исчезает. Вот сети. Твиттер оставляем, Инстаграм оставляет. Ну сюда, конечно, ссылки вставляем просто вместо решетки. Вот это удаляем, вот это удаляем, да, и вот это удаляем. Если вы не хотите, вы хотите там ВКонтакте, Одноклассники, что-то такое поставить, то чуть позже, в следующем уроке, я вам расскажу, как это можно сделать. Мы к этому еще вернемся с вами. Ну да, если спрятать, то вот убирайте галочку, тогда не будет отображаться эта сторона. И тогда не будет отображаться это меню. Выходим, давайте вернемся в наш... Давайте вернемся в наш лоял, где мы были, да, в хидер. Это вот первая вкладка, да, у нас была. Ну и тут также высоту, рамочки можно настроить, цвет рамок, но это уже на любителя на самом-то деле. В следующую подкладку заходим. Ну тут только один вариант. Макета шапки сайта. Можете размер... Ну как бы, можете размер рамок поставил, установить здесь. Ну тут все, все очень такое. По-нормальному все выставлено. Цвет рамки можно выбрать. Слева, справа, посередине. Да, и вот тут галочки можно... Вот эти, если вы их снимете, эти галочки, то это не будет отображаться поиск, не будет отображаться избранные товары, не будет отображаться личный кабинет, не будет отображаться корзина. Естественно, здесь ничего мы не трогаем. Выходим отсюда. Далее. Это анимационный эффект смена слайдера. Лучше слайд выбрать. Больше мы ничего здесь не трогаем. Выходим назад. Page Header. Это заголовок, который как бы на Adobe страницах будет наверху выходить. Ну мы, скорее всего, его скроем. Но можете сюда загрузить свой заголовок. Если будете загружать, то давайте обратим внимание с вами. Добавить кликнем. Найдем эту фотографию сейчас. Я хочу обратить ваше внимание, что если вы хотите наверху на Adobe страницах отображать этот заголовок, то заголовок должен, то изображение должно быть 1280 на 853 пикселя. Но лучше, но мы скроем, потому что это занимает лишнее место. Лучше не надо. Выходим отсюда. Еще раз выходим из Header. Блок это все, что относится к блоку. В контент, во всю ширину экрана контента. Или как бы там. Ну, эта настройка уже больше к блоку относится. Сколько постов, длина постов. Но это у каждого поста есть превью-презентация. И вот эта цифра отображает, сколько слов, скорее всего. Это отображает, сколько слов можно в презентации отображать, да, блога. Здесь Read More Text. Read More Text. Это, короче, кнопка. Ну, здесь правильно на перевод ее будет. Нужно написать подробнее. При клике по этой кнопке будет происходить переадресация на пост. И эта погенация, можно указать, ну, тут ничего нельзя поменять. Бесплатная версия. Это нумерация страниц, на которых будут отображаться посты. Но это больше уже блогу. Если вам нужен будет этот функционал ведения блога, то, в принципе, это вам нужно будет. Но если будут какие-то проблемы, то вы можете написать мне, и я вам помогу. Дальше, футер. Здесь настраивается у нас область футера. Ну, то есть подвала сайта, да. Ну, не сам подвал, а область всего лишь. Смотрите, About, футер мы... Это, короче говоря, вот эта панелька, да, двухсторонняя. Но она не очень хорошо отображается, поэтому я рекомендую убрать ее вот сюда, кликнуть. Видите, она ушла. Мы лучше сайт, мы лучше футер настроим. Виджет, футер. Здесь единственный вариант отставить четыре колонки, поэтому мы оставляем. Следующая вкладка. Это вот сюда. Сюда мы можем ставить наши реквизиты. У вас рядом с видео будет ссылка на инструкцию, где вы можете... Вы просто должны скопировать сюда реквизиты. Я сейчас скопирую с сайта образца. Я скопировал. Видите, внизу добавилось все. Все отлично, выходим отсюда. Еще раз назад. И вот в эту вкладку, в последнюю, заходим. Смотрите, тут какая вещь получается у нас. Есть кнопка подъема наверх. Но эта кнопка, она не может... Ну, поднижь для того, чтобы подняться сразу быстро наверх. Она не переименовывается. То есть, она будет по-английски всегда. Поэтому можем ее просто скрыть. Вот здесь установив галочку. Ну, если вы хотите, чтобы по-английски она была написана, то можете оставить. Также лево-справо можете оставить ее позицию. Выходим назад. И еще раз назад возвращаемся. Теперь вот главная страница. Front page. Первый блок это слайдер. Смотрите, тут можно несколько слайдов загружать. Вот один слайд. Смотрите, вот это я последний удалю сейчас. Если я его сейчас удалю. Вот. Останется один слайд. Можете скрывать вот сюда. Но это данное отображение на мобильных телефонах. Корректное. А это можете скрывать. Ну, здесь ничего не надо менять. Нужно поменять просто изображение. Для этого мы открываем имеющийся один слайдер. Кликаем Upload Image. Сейчас я вам покажу один нюанс, с которым я столкнулся. Итак, давайте загрузим специальный слайдер. В общем, если у вас на нем белый цвет, то вам нужно затемнить слайдер. Ну, в общем, вам нужно изображение подготовить в фотошопе. Да, я его загружу. Сейчас загрузить. Выберите файл. Чем больше оно будет, тем лучше разрешение, чтобы более красиво. А я загружаю. Вот смотрите, для примера 1600 на 600. Вот он. Видите, я его затемнил. Сейчас я его загружу сюда. Тут есть очень нюанс один, на который я потратил очень много времени. Сейчас он загружается. Видите, внизу размер средненький. То есть он, несмотря на что я большое изображение загрузил, он все равно загрузит маленькое изображение. Для этого здесь в размере нужно выбрать полный и вставить запись. Вот, пожалуйста, выглядит все шикарно. Все видно отлично. Но теперь нужно вставить, допустим, вот поменять заголовок. Да, вот все вот эти названия поменять. Сюда вводим название магазина. Сюда вводим описание. Сюда название кнопки, наш каталог. И нужно поставить ссылку на каталог. Во второй вкладке, давайте сейчас я скопирую ссылку, откроем наш сайт. Я открыл сайт. Страницы, все страницы. Нам нужна страница каталог. Перейти, навожу на нее курсора мыши, кликаю, перейти. Сейчас мне нужно просто скопировать адрес каталога, ну, адрес этой страницы из адресной строки браузера. И вставляю. Смотрите, если вам нужно второй слайдер вставить, то кликаете «Add New Slide» и вставляете здесь слайд. Хоть рекомендуется 1600 на 900, но смотрите, я больше загрузил и нормально. Ну, приблизительно похожий размер. И когда вы все слайды вставите, вы должны здесь ее приподнять, да, то есть вернуть. И смотрите, я тут раз уж я тут открыл вторую вкладку. Помните, я вам рассказал про шапку сайта? Про изображение в шапке, где название будет дополнительных страниц. Шапка дополнительных страниц. Вот эта шапка. Мы ее уберем. Или хотя ее... Я вот просто думаю, как лучше ее сделать. Ее либо убрать. Ее лучше всего убрать на самом-то деле. Поэтому давайте мы здесь назад чуть-чуть вернемся. Там, где мы в layout, header. Там, где мы сейчас, я найду, где мы подгружали это изображение. А, это высота. Мы можем ее уменьшить. Если мы такую высоту сделаем, давайте опубликовать. Вот кликнуть по публике для того, чтобы опубликовать, сохранить изменения. Ее просто меньше надо сделать, она слишком большая. Вот, вот такая вот замечательная будет. И мы сюда какое-то изображение подгрузим. Но это уже будем когда редактировать дизайн. Так, я вам предлагаю вернуться к тому, где мы сейчас были. Это front page. Слайдер. Слайдер мы настроили. Идем дальше. В общем, тут есть специальная такая область. Продукт фильтр. Но она работает некорректно. Смотрите. Я, допустим, джинсы отображу. Видите? Если даже майки отображу. Во-первых, оно не вылазит сюда. Во-вторых, если я приклик его, то, короче говоря, смотрите, я много сюда накидаю всяких товаров. Видите? И как бы некорректно работает. Скорее всего, это было сделано специально для того, чтобы пользоваться в платной версии. Бесплатно этого, скорее всего, нет. Поэтому скрываем эту секцию. Она не нужна. Дальше идем. Назад. Это баннер. Вот этот вот. Мы его должны настроить с вами. Тут также все дальше. Во-первых, давайте. Но repeat. Это значит не повторять. Даже если маленькое изображение будет. Но мы будем большое изображение. Cover. Это значит то, что мы растягиваем это изображение по секции. Это то, что нужно. В центр, в центр ставим. И scroll или фиксированный. Смотрите. Если scroll, то просто оно прокручивается со мной вместе. Если мы ставим фиксированное. Я сейчас покажу, что из этого получится. Смотрите. Мы видите. Он как бы как задний фон работает. Вот это более красиво выглядит. Мы оставляем. И должны подгрузить наше изображение. Кликаем по изображению этому. И тут давайте посмотрим сразу, какого разрешения должно быть изображение. Вот оно наше. Это изображение. Оно должно быть также 1600 на 600 пикселей. У меня вот уже готовое есть. Вот оно изображение. Вот оно изображение. Оно у меня чуть больше. Смотрите. 1920 на 1281 пиксель. Но вполне будет хорошо выглядеть. Вставить. И ожидаем. Смотрите, как хорошо выглядит. Все отлично. Давайте спустимся чуть ниже. И тут что нам предлагают? Тут нам предлагают вставить заголовок, описание и название кнопки. Ну и тут я буду рассказывать, скорее всего, об акции на джинсы. Да? Или в категории джинсы. Мы вводим заголовок. Мы вводим заголовок. Стильные джинсы. Вот этот выделяем весь. Шаблонное. Все шаблонное описание удаляем. Я вставляю свое. И здесь вставляем название на ссылку. Подробнее. И нужно вставить ссылку на категорию джинсы. У нас же открыта вторая вкладка. Вот. И тут мы должны с вами... Давайте в консоль. Мы еще каталог не настроили. Категории и джинсы. Вот она, категория джинсы. Тут есть ссылка перейти. Переходим. Нам нужно копировать ссылку из адреса на строке браузера этой страницы. Вот. Копируем. Скопировали. Возвращаемся сюда. И удаляем эту решетку. И вставляем прям ссылку. Все. Отлично. Выходим отсюда. Следующий вот этот блок это вот эти категории. Нам нужно сюда просто... Во-первых... Нам нужно указать заголовок. Если вы не хотите отображать эту секцию, то здесь ставите галочку. И выбрать нужно категорию товаров, которые мы хотим отображать. Джинсы, майки, куртки, рубашки, шапки. Вот так вот, наверное. Ну-ка, сейчас посмотрим. Слишком длинные названия не надо, чтобы категория была, иначе она будет съезжать. Все. Все отлично. Выходим отсюда. Теперь вот она, секция хомпейдж. Она называется... Хомшоп называется. Здесь будет сейчас интересненько. Смотрите. Вот это... Это категории, допустим, новые товары, да, по скидке. Ну, в общем, это все мы переведем на русский язык через замену названия в самом конце. Здесь вы ничего не настраиваете. Это уже такое программное все. А вот эту секцию с категориями вы можете настроить. Смотрите. Мы будем здесь отображать все категории, но... Если вы хотите отображать... Начну так. Если вы хотите отображать здесь все категории, то ничего не надо ставить здесь. Они будут по умолчанию все сюда выгружаться. Но здесь есть проблема. Видите? Куртки категория, кожаные и пуховики. Это не совсем корректно, ведь это все... Две кожаные и пуховики относятся к категории куртки. И по-хорошему нам нужно сделать, чтобы... Чтобы их не было. Но для того, чтобы их не было, нужно значит отметить все категории здесь и убрать чек-бокс с кожаных и с пуховиков. Смотрите. Я ставлю на джинсы. И будет отображаться просто категория джинсы. Видите? Только джинсы. Нам нужно все... То есть отображаются только те, которые мы выбрали. Все выбираем. Смотрите, что произойдет. Теперь мы берем Смотрите, мы снимаем с кожаные пуховики и тогда это все дело уходит отсюда. Смотрите, у нас как бы, ну тут напрашивается, что не 11 товаров, а именно 10, потому что оно ровненько будет тогда все выглядеть. И поэтому мы должны вот здесь поставить десятку. И видите, один товар отображается, а затем кликнуть вот сюда по обновлению. Все, отлично. Теперь, значит, все у нас работает. И выходим отсюда. Но тут, короче, есть вот вкладка Instagram. Я ее не буду использовать. Ну, в общем, вы берете, пишете здесь, подписывайтесь на меня. Да. Можете ссылку на сайт какой-то свой ставить отсюда. Вы должны шорткотски ставить специально из Instagram. Короче говоря, я не буду вы в этом сайте настраивать, но если у вас будет такая необходимость, то в рамках программы напишите мне, я вам бесплатно помогу. Я ее скрою. Выходим отсюда. И выходим отсюда. Теперь Global Colors. Это, значит, вы можете использовать белый фон, то есть белый формат темы, или черный. Я выбрал черный формат темы. А это цвет всех выделений. Помните, у вас была маркировка цвета, который я давал, оранжевенький, как на этом сайте использовал? Я говорил вам. Кстати, можете этот цвет взять на сайте. Короче, сайт, где можно взять все эти маркировки, будет рядом с видео. Я просто сейчас возьму, найду нашу маркировку. Получается, это PopMaker темы всплывающих окон. В общем, мы кликаем сюда для смены цвета. Можете выбрать. Опять же, вы уже знакомы с этой панелью выбора цвета. Я вставлю маркировку оранжевую, которую мы использовали. И все, в принципе, и назад выходим. Видите, тут уже на оранжевую все поменялось. Дальше. Social Icon. Мы уже здесь настраивали это наверху. Помните, вот здесь. Значит, Preloader. Это когда сайт будет загружаться, будет вот такая анимация. Но это уже по умолчанию. У нас в шаблонах все установилось, поэтому мы здесь... В шаблоне все установилось, поэтому мы ничего здесь не меняем. Дальше. Медиафайл заголовка. Вы можете в качестве заголовка, вместо изображения, загрузить видео. Просто ставьте ссылку вот сюда, из YouTube, на нужное видео. И будет загружаться видео. Вместо заголовка будет проигрываться. В качестве заголовка дополнительных страниц. Так, и есть вкладка. Она позволяет настраивать автоматически страницу с контактными данными. Ну, там все просто сделано. Нет возможности добавить навигационную карту, то есть карту, где находится ваш офис. Поэтому мы будем все через Elementor делать. Поэтому мы не будем это все использовать. Теперь я предлагаю вам перейти в WooCommerce. Это настройка нашего каталога. Во-первых, продукт стайл. Имя и, в общем, изображение. Можно посмотреть. Как просматривать изображение. Swap, Zoom. Ну, Swap оставляем. Вы можете задать секцию с вашим изображением. В общем, здесь настраивается тень. Ну, такие более визуальные эффекты. Как бы тень от карточки с вашим товаром. Ну, тут особо я считаю, что не нужно ничего менять. И здесь можно отключить режим быстрого просмотра товара. Но, опять же, здесь ничего не стоит даже менять. Дальше следующий. Итак, смотрите. Здесь вот эта галочка обозначает преднудительно отключать боковую панель на странице. Это дословный перевод на странице продукта. Скорее всего, это скрывает сайдбар на странице продукта с товарами. Ну, на странице карточки с товаром. Поэтому мы отключаем эту опцию. Вот это дальше. В заголовок идет таблица описания продукта. И тут стоит галочка отображения, описания продукта. Ну, типа какие вкладки. То есть, можно, смотрите, можно по горизонтали сделать отображение вкладок или по вертикали. По вертикали они очень красиво. Пусть остается по горизонтали. Здесь, значит, мы должны определить макет для товаров, для рекомендуемых товаров, которые отображаются под... Помните, обсылы красилы я вам рассказывал. Во сколько рядов отображать? Надо все поставить по 4 ряда. По 4 ряда и пообновляясь. Так, теперь выходим отсюда. Card Page. Ну, и тут можно определить, то есть, спрашивать, сколько предлагать товар. Ну, это, короче, перекрестные продажи, то есть, настройка функционала до продажи. Здесь ничего не меняем. Это количество столбцов для отображения и количество продуктов. Отображение 2 столбца, 4 продукта. Ну, это нормально. Пусть так определил шаблон, пусть так и остается. Checkout Page. Включить. Он просит включить бесплатный отвлекающий выезд. Ну-ка, давайте поставим галочку, посмотрим. Поставим здесь, потом посмотрим, к чему это приведет. Значит, уведомления магазина. Ничего. Каталог товаров, смотрите. На странице магазина отображать категории. Сейчас категории выйдут. На в категориях отображать под категории. Если под категории не будет, то будет всего лишь то будут сразу товары. Сортировка. Сколько товаров должно быть показано в одной строке? Давайте 4 товара поставим идеально. Строк на странице, но пусть 4 остается. Уходим назад. Здесь больше ничего не меняем. Уходим назад. И тут я кое-что упустил. Мы должны сюда вернуться. Сейчас на главную страницу здесь зайду. Свойства. И видите, тут я чуть-чуть неправильно... Или не сюда. Нам нужно во Front Page слайдер. Я тут ошибочку допустил одну. Вот здесь джин надо вставить. Я и поставил. Вот так вот. Отлично. Давайте сохраним изменения. С настройкой внешнего вида мы пока закончили. Теперь нам нужно создать два меню. Одно главное сюда, другое в подвал. Давайте этим и займемся на следующем уроке.